Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет преображение этих ногтей, выполнение интересного дизайна и новиночка в виде карамельных гель-лаков. Будет очень интересно, можете сразу поставить лайк и приятного вам просмотра. Моя постоянная модель имеет ярко выраженные вниз растущие ногти. Я их выравниваю и поднимаю, но спустя месяц ноготь опускается вниз. Также у моей модели есть отличительная черта, это супер активный гипонихий, который захватил территорию с обратной стороны ногтя. Да так это делает, что уже не кожица наросшая, а полноценная подушечка пальца с рисунком кожи. Это достаточно уникальное явление, поэтому когда клиентка попросила укоротить максимальную длину, я продвигаюсь неспешно, чтобы не повредить кожу снизу. Врезой я убираю часть свободного края, дальше снимаю толщину покрытия для того, чтобы видеть границы и четкое очертание свободного края. Убрав длину, ноготь визуально уже не имеет такой клюнувший вид, а наш сегодняшний дизайн напрямую зависит от этой посылки. Я ее очень ждала, это новый тубус от Милк, новая коллекция и эти гель-лаки очень отличаются от других, потому что они витражны. Это прозрачности и тонирующий эффект в одном флаконе. Мне бы пригодился этот голубой цвет в моем дизайне, где я намешивала такой оттенок из геля. Несмотря на прозрачность этих гель-лаков, можно отметить, что некоторые из цветов более яркие и прозрачные, и только оранжевый и алый чуть более блеклый. А если нанести больше цвета, тогда становятся мутными. В остальном все цвета красивые. Эти карамельки в цветах поп-ит могут быть основным покрытием или дополняющим дизайны. С помощью их можно сделать дизайн более интересным и глубоким. Также новинкой от Милк была и светоотражающая кошка, а частички ее при дневном освещении имеют голографический перелив. Также она красиво сияет под вспышкой. Так как кошка серебристая, вы можете ей добавить яркости любым витражным гель-лаком, покрыв его просто сверху, или сделать градиент из цветов. Это будет очень интересно. Ссылка на коллекцию витражей от Милк в описании прямо под этим видео и сайт на другие новинки также. В моих планах сделать сегодня что-то более необычное, но также простое в выполнении, как и светоотражающая кошка. Мы меняем форму ногтей на квадрат, длину ровняем по указательному ногтю, на котором гиппонихий разросся дальше всего. И уже под него мы ровняем остальные ноготки. Гиппонихий нарастает активно на вниз растущих ногтях. В результате носки длинного свободного края он выступает в роли дополнительной поддержки ногтевой пластины. Так как гиппонихий нарастает неравномерно на каждом ногте одной и той же руки, то убрав длину с ориентиром только на белую зону свободного края, мы в результате получим разную длину ногтей. Это ярче всего станет видно, покрыв ногти ярким однотонным цветом. Далее маникюр. Сегодня на нем акцентов не будет. У меня есть другие видео, в которых я детально рассказывала про маникюр. Поэтому я предлагаю эти видео посмотреть, если вы их не видели, ну и также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых интересных видео. Возможно, когда-то в ютубе он будет работать корректно, и мне не придется просить вас его обновлять. Хочется сказать, в маникюре лишь одно. Когда кутикула у клиентки выглядит широкой ленточкой, то фрезу, работая в глубине, нужно поворачивать сильнее щечкой к кутикуле и выглаживать максимальную складку изнутри. Иначе пропилите ноготь из-за множества повторений. Если работали правильно, то после среза кутикулы вам не захочется повторить свои движения фрезой. После маникюра подготавливаю ногтевую пластину к покрытию. Наношу тонкий базовый слой, и сегодня у нас очередное укрепление ногтей твердым материалом. Делаю я это сегодня прозрачным гелем. Сейчас уже на этом этапе думаю я наперед про свой дизайн. Прозрачным гелем я добавлю ему трехмерности, а это классно. Также я думаю наперед и не стараюсь сейчас материалом сделать утолщение на кончике для его поднятия. Нет, это не из-за лени я не хочу этого делать, а потому что мне снизу просто не хватит угла наклона фрезы, чтобы выпилить большую толщину. Поэтому я делаю обычное минимальное укрепление гелем. Продолжение следует... Просушили, сняли липкость и смотрим в торцы. Несмотря на то, что я сдерживалась от поднятия вниз растущего кончика, все же здесь немного толщины есть. Но ее есть возможность выпилить фрезой, так как немножечко свободного края у нас все же есть. И конечно обязательно я не дотрагиваюсь фрезой до мягких тканей, а ими уже считается гиппанихией. Вот такое длинное ногтевое ложе у моей модели. Далее мы сразу приступаем к дизайну. На силиконовый штампик, которым обычно мы выполняем стемпинг, я наношу немного белого гель-лака. Жду, когда он распузырится и в таком виде отправляю его в лампу. Делаю такую же заготовку на втором штампике. После просушки этой кляксы на промазанной гелем ноготь я стемпингую дизайн. Это новопридуманное слово от меня. Но саму эту кляксу я пинцентом переворачиваю, так как верхняя сторона у нее плоская. И тем самым она лучше ляжет на ногтевой пластину. А для чего я тогда стемпинговала эту кляксу? Для того, чтобы все вот эти мельчайшие детальки также перенеслись на ноготь. Если вы видите другие варианты решения, внедряйте их в свою работу и это будет круто. Например, чтобы упростить укладку большой кляксы, не делайте ее такой большой. И положите ее на центр ногтя, тогда будет проще запечатывать. Просушили дизайн в лампе, так как он был перенесен на слой сырого геля. Запечатываем дизайн сверху, чтобы убрать рельеф для дальнейшего покрытия. Пилочка после просушки прохожусь, если что-то где-то торчит. И вот наступает звездный час нового витражного гель-лака. Здесь его прелесть и уникальность раскрывается на все 100%. Насыщенность цвета вы сами можете контролировать, нанеся один или два слоя этого витража. Можно нанести даже в градиент цветам, будет тоже очень классно. А у нас готов новый, летний, необычный и совершенно точно уникальный маникюр. Жмите лайки, пишите комментарии, как вам идеи. А у меня на этом все. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока.